Дагестанские застройщики Беспорядочно разбросанные великаном Лего, как сравнивали московские журналисты недавно дагестанскую стройку. Эпитетов можно подбирать сколь угодно много, но все они откладываются в негативном поле. Еще в прошлом году министрой республики на своем сайте разрисовал светофор все строящиеся в республике объекты. Подавляющее большинство, как вы догадались, это жилые дома, на них можно выручить сумасшедшую ренту прибыли. А это мы любим. И львиная доля домов в столице республики. В данном реестре так называемый светофор, все многоквартирные дома разделены на три категории. В зеленой зоне объекты, у которых имеется действующее в настоящий момент разрешение на строительство. В желтой зоне те, у кого разрешение на строительство просрочено не более чем на 6 месяцев. А уже в красной зоне объекты, у которых разрешение на строительство просрочено более чем на 6 месяцев. Либо строительство по различным причинам приостановлено. Строительство приостановлено на более чем 200 объектах. Причины разные. Просрочка разрешения на строительство, банкротство, отмена разрешения на строительство и так далее. В реестр проблемных объектов в республике Дагестан вошло 8 домов. 8 объектов, которые строились пятью строительными компаниями. Столица М, спецтехнологии, гранит, луч, арси. Общее количество граждан, участников долевого строительства по ним составляет 895 человек. Итак, всего 439 объектов в этом светофоре. 213 из которых в красной зоне. Кстати, два года назад в республике Минстроем было зафиксировано 457 незаконных самовольных дома. И тут возникает вопрос, они перешли в желтую, зеленую зону или куда они, собственно, делись? Снесены? Вряд ли. Поменяли местоположение? У нас в новейшей истории такое бывало, когда хаос был с кадастровыми картами. Это до эры цифровизации. Получается только 184 объекта в порядке. Мериков пару лет назад запрещал точечную застройку. А на деле в дагестанской столице в принципе невозможна точечная застройка. И застройщик здесь ушлый. Дашь разрешение на жилой комплекс, построят апарт, отель и наоборот. Да еще достроят неположенные по документам этажи. Об этом несколько дней назад предупреждало министерство в своем телеграм-канале. К сожалению, застройщики порой превышают параметры, предусмотренные проектом. Как правило, на такие надстройки подается исковое заявление в суд на снос надстроенных этажей. Очередной тому пример новостройки по адресу Ирчи Казака, 37 в Махачкале. Управлением архитектуры города по каждому из 20 корпусов комплекса было выдано разрешение на строительство 12-этажных многоквартирных домов. В ходе очередной проверки сотрудниками Минстроя был выявлен факт отклонения от проектных решений и надстройки дополнительных этажей. Такое действие заведомо обрекает многоквартирный дом не получить заключение о соответствии и разрешении на ввод в эксплуатацию. Явление обманутых дольщиков не только и не столько дагестанское, но в Дагестане это еще и результат необдуманного горского порыва во что бы то ни стало приобрести, не сообразуясь правилами и предосторожностью, жилье для себя и своего чада. Списка обманутых дольщиков нет, поскольку ранее такой учет ввелся в соответствии с приказом Минстроя России, который утратил силу с 27 сентября 2019 года. Поэтому вместо реестра пострадавших граждан сегодня Минстроем ведется единый реестр проблемных объектов. Здесь важно понимать, что есть соответствующие критерии, установленные федеральным законодательством, а также требования Фонда развития территорий Российской Федерации, позволяющие отнести тот или иной объект к проблемному, подлежащему включению в единый реестр проблемных объектов. В соответствии с 214-м федеральным законом, объект признается проблемным в случае, если срок передачи объекта долевого строительства по зарегистрированному договору долевого участия просрочен на полгода и более, или если в его отношении заведена процедура о банкротстве. А согласно критериям Фонда, это наличие выданного разрешения на строительство строительной компании в организационно-правовой форме ООО, права собственности у застройщика на земельный участок, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или договора безвозмездного пользования таким земельным участком, договоров долевого участия, подлежащих обязательной государственной регистрации в соответствующих органах. А между тем, осторожность вкупе с правовым ликбезом не помешали бы. Подобные памятки размещены в телеграм-канале Минстроя. Людей предупреждают, не брать, если сомневаетесь, предупреждают не только специалисты министерства, госстроенадзора, но и юристы. Но, как говорится у классика, я сам обманываться рад. Предостережение носит рекомендательный характер. Госстроенадзором, в свою очередь, предпринимаются меры административного реагирования. Штрафы, предписания, в том числе исковые заявления в суд. На одном из ВКС, прошлым летом, глава республики признавал, вслед за спикером Совета Федерации Матвиенко, что ржавчина коррупции проникла во все сферы жизни Дагестана. Много аферистов и жулья в сфере оборота земли. Тогда приводился один забавный случай. Разрешение, выданное в 2014 году на территории центральной больницы, несколько лет мариновалось, пока застройщик не пришел с намерением воткнуть рядом с медучреждением жилой дом. У Минстроя, наряду с реализацией госполитики в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, определение стратегии и основных направлений развития строительного и жилищно-коммунального комплекса в республике Дагестан есть еще и второстепенная задача – содействие в развитии конкуренции между организациями сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства, развитию рынка жилья и продукции, предприятий промышленности, строительных материалов, конструкций и изделий. Думаю, эту часть задачи можно было в Дагестане вообще пропустить, не указывать. Конкуренция у нас – ой-ой-ой, мы в последние десятилетия были в тройке-пятерке по темпам строительства в стране, дыша в затылок в Москве, столичной области и курортному Сочи. Еще в 2018 году специалистами было выявлено 660 нарушений в строительстве домов. Но наш застройщик – субъект настойчивый, если не сказать упрямый. Деньги, которые привлечены им на строительство, нужно отбивать или возвращать, потому останавливаться ему нельзя. Так, вопреки и невзирая на замечания и уведомления, он продолжает строить, надеясь на дагестанское авось, а оно, как оказалось, хлеще русского. Что в итоге? Сколько длится эта война с нерадимыми застройщиками? А дома продолжают втихую возводиться и вчера, и сегодня. Под покровом ночи или тайного покровителя. Им как-то фиолетово, не до министерских светофоров. У них экономический дельтонизм, деньги не пахнут. А что, нет просвета? Правила строительного движения надо менять, ужесточать, однозначно. Потому что на кону человеческие судьбы, городской облик, маломальски цивилизованное, настоящее и будущее. Войну нерадимым застройщикам, убивающим наше будущее, должны обидеть все, и в первую очередь граждане, бегущие, очертя голову, приобретать у всякого жилья сомнительное жилье. Без жесткого государственного, общественного контроля и правовой культуры самих потенциальных дождчиков. Эта тема так и будет с сюжетами Дон Кихота. Квартирный вопрос изуродовал наши города. Дальше так нельзя оставать с людьми. Редактор субтитров А.Семкин